Приветствую Вас, Александр. Если у Вас имеют место быть определенные чувства, то эти чувства имеют смысл упроще прожить, вот, как можно качественнее, как можно лучше, полнее, вот. Чтобы Вас это не пригодило, чтобы Вас это не волновало, не беспокоило. Чувства лучше прожить, вот. Смотрите, во-первых, любить ребенка, то есть принимать его таким, как он есть, и быть заинтересованным, в его росте, в его развитии искренне. Можно в том случае только, если Вы сами принимаете себя, и сами заинтересованы в своем развитии. Но проблема здесь, как Вы догадываетесь, заключается в том, что само, сам факт создания семьи, это не совсем действие, направленное на развитие. Не совсем. Это действие, скорее направленное в сторону, ну, отдачи себя другим людям. В чистом виде. В чистом виде. Поэтому сам факт движения в сторону семьи, вот именно сам факт развития не подразумевал. То, какой смысл, какое значение человек вкладывает в семью, конечно, играет очень большую роль. Например, человек решил, что пора ему открыть в себе вот эту сторону, да, эту грань свою. Грань семейного человека, он создает семью. В этом смысле да. Но семья ради семьи развитие не подразумевает. Поэтому, прежде чем говорить о любви к ребенку, да, о любви к ребенку, нужно говорить о любви к себе. Вот. А это по факту. Если просто, если вот даже, ну, как-то вот постараться визуализировать этот момент, то это передача энергии одного человека к другому свободно. Сперва нужно выяснить, насколько свободно у вас эта энергия течет внутри вас и насколько она свободно выражается. Да, потому что, например, злость на отце, не отравнированная, непрожитая, она не способствует свободному течению энергии. И как результат, вы блокируете, собственно говоря, любовь и к ребенку тоже. Второе. На что очень важно обратить внимание, это на то, что вы здесь, на мой взгляд, говорите о некоем эталоне, о некоем идеале любви. То есть, о некоем эталоне, о некоем идеале отношения собственного отношения к ребенку. Ну, такого нет. Да, то есть, каждый человек, в зависимости от своего темперамента, в зависимости от своих способностей, от своих возможностей, может проявлять любовь по-разному. Кто-то любит очень тихо, кто-то любит очень громко. Вот. И важно то, как умеете любить вы, как можете любить вы, это тоже нужно учитывать. Вы же, по моим наблюдениям, требуете от себя любить каким-то определенным образом. Вряд ли вам это принесет что-то хорошее и позитивное, к сожалению. Следующее. Это наличие связи именно у вас. Между детством, вашим детством и тем, что происходит между вами и ребенком сейчас. Ну, то есть, вот просто вы знаете, что такая связь присутствует. Вы знаете, что такая связь имеет место быть. Связь-то имеет место быть. Вот как она существует у вас, вы не знаете. Но в своем сознании вы ее подстраиваете под себя. Тем самым, сознательно помещаете себя в определенные границы. Сознательно помещаете себя в определенные рамки. И подгоняете под существующую проблематику, под существующую, точнее, теорию, свои собственные проблемы. Обесценивая их, деиндивидуализируя. Мне думается, что здесь коллега Марины Голикова права, когда говорит, что детство самое малозначимое, а вот злость нация играет роль. Поэтому обратите внимание здесь нужно на свой собственный опыт, а не на ваше детство и взаимодействие с родителями. Ваша злость на отца – это тоже ваш опыт. И вам его нужно прожить, как я уже сказал. Что касается агрессии, то это угроза. Ребенок, делающий что-то неаккуратное – это угроза вам. Это угроза для вас, это нарушение контроля, спокойствия, гармонии, равновесия, баланса. С чем это связано? С тем, что вы пытаетесь все контролировать и ребенок своей неаккуратностью нарушает этот контроль? Или с тем, что ребенок, делая неаккуратно, показывает вам, как вы могли бы делать, но вам запрещали? Это нужно выяснять. В любом случае, обратите внимание, что вы не задаете вопрос Александру. Вы просто рассказываете определенную ситуацию с определенной проблематикой, безусловно. Но вы не задаете вопрос. Вопрос очень важен, потому что именно он, вопрос, является задающим вектор, фактором, необходимым для начала работы над собой. Если вы, конечно, обращаетесь именно с этой целью, с целью начать работу над собой, а не с целью просто узнать из любопытства. Правда, любопытство вам ничего не даст. Очень важную роль, помимо прочего, играет и то, в каких условиях и для чего вам был защит ребенок. Если ребенок был, например, защит случайно, это одно. Если ребенок был защит по желанию другого. Но если ребенок был защит по желанию, то сложно понять, какое это желание. Что они из себя представляют, это самое желание. Потому что желания, вообще говоря, могут быть разными. Вот. И, в общем-то, на мой взгляд, определить именно ваше желание. Именно ваше. То есть, чего я хочу. Крайне важно здесь. Потому что, ну, есть разница. Есть разница, когда ребенок воспринимается аутентично. Да. И ребенку априори позволяется, позволяется делать, позволяется быть, точнее, не правильно. Позволяется быть собой. И совсем другое дело, когда на ребенка накладываются определенные ожидания. Совсем другое дело, когда на ребенка нагладываются определенные, определенный груз, скажем так, ответственности за то, что хотел бы от него родитель. Вот. И это совсем разные отношения, это совсем разные, так скажем, модели взаимодействия. Вот. И, соответственно, там тоже крайне желательно разграничить, потому что отделить одно от другого необходимое. Надеюсь, вы это понимаете. Что вам нужно сделать сейчас? Сейчас вам нужно сформулировать запрос к нам, к психологу. Вот. Чтобы мы могли вам начать оказывать помощь. Вот. Ну. Да. Чтобы мы могли начать с вами работу. Вот. Собственно говоря. Вот. Такой ответ, я думаю, можно вам дать, исходя из того, что вы нам написали. В этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация будет разрешена. Продолжение следует. Лучше вedo это MARCO similarly fridge initial олёт ткала. Очень быстро выгляделись со всячесnut ткала, которые записывают местные страдания.